Господа, Антонио здесь. В сегодняшнем видео я расскажу вам о 10 вещах, которые сделают вас неотразимым для девушек. Первое, глубокий карман, огромный банковский счет, 2 метра ростом, как пишут в журналах, что вам нужно таким стать. В последнее время я прочитал таких парочку. Что касается денег, не для всех они являются движущей силой. Друзья, в сегодняшнем видео я дам вам 10 советов, которым вы можете последовать. 10 вещей, которые вы можете развить. 10 вещей, которые, по моему мнению, прошли тест временем. Делают вас не только лучше, но и привлекательнее для женщин. Вы готовы? Начнем. Первый совет – целеустремленность. Вам нужно чего-то придерживаться. Когда люди хотят начать отношения, неважно, деловые и вообще по жизни, им нужна личность, у которой есть чувство направления. Кто идет с целью по жизни. Это может касаться веры, целей в жизни. Что касается меня, моя цель и моей жены – это иметь дом, в который наши дети захотят вернуться. Чтобы он был у озера, чтобы там были комнаты для каждого, еще и пристройка. Знаете, вроде домика для гостей, чтобы их принять. Это наша мечта, это наш путь, и мы вместе идем к этому. А все началось с разговора на первом свидании. Моя жена поняла, что у меня есть цель, есть направление, определенные вещи, которых я хочу достигнуть. И когда вы определитесь, вы обнаружите, что девушек очень привлекают парни, которые знают, к чему они идут. Второй совет, перед чем девушки не могут устоять, господа, – это уверенность. Уверенность в том, что вы знаете, кто вы такой. Знаете, что вам нужно, чему вам нужно научиться и вести себя подобающе. Это не высокомерие. Высокомерие – это когда вы просто безосновательно считаете себя лучше других. Или что ваши навыки гораздо лучше, чем на самом деле. Многие спросят, «Антонио, как укрепить мою уверенность? Нужно ли вообще что-то делать?» Найдите то, в чем вы хороши. У каждого есть определенные вещи. Возможно, публичные выступления, или вы отлично чините экраны. Вы действительно хороши в беге. Что угодно. Определите это. Развивайтесь. Наставляйте других. Помогайте. И вы обнаружите, что, делясь своими навыками, вы становитесь лучше, открывая другие вещи, в которых вы тоже хороши. В любом случае, ваша уверенность укрепится. Если вам интересен курс уверенности, я хочу показать вам курс моего друга Аарона Марина. Он сделал отличный курс, как создать и улучшить свою уверенность. Пройдя его, вы поймете, где ложали, и справитесь. Вперед. Третий совет, чтобы стать неотразимым для девушек, будьте тактичным. Друзья, когда вы внимательны к другим, вы сразу выглядите гораздо лучше на фоне остальных. И это всегда работает, потому что большинство из нас рождены эгоистами. Так мы выживали, срывали еду. Знаете, дети отличный пример эгоизма. Но чтобы стать мужчиной, нужно осознать, что вы можете больше, чем другие. Это отличает джентльмена, помочь тем, кто не может помочь другим. Итак, когда девушка смотрит на потенциального партнера и видит, как перед ней открывает дверь, конечно, она сама может ее открыть. Но вы сделали или отодвинули стул просто потому, что вы можете быть внимательным. Так вы показываете, что вы думаете о других. Так вы не забудете про нее. Это важно. Четвертый совет. Будьте семейно ориентированным. Это не означает, что на первом свидании вы скажете ей, ты знаешь, вот я хочу 20 детей, а ты? Семья очень важна для большинства людей, возможно, и для вас. Знаете, большинство девушек обращает внимание, насколько парни внимательны к членам семьи. На хорошее отношение с сестрами, матерью, отцом. Да, возможно, что их нет. Это очень важно. Эти ценности произведут эффект, как рефлекс, так что настраивайтесь. Пятый совет, чтобы быть привлекательным, научитесь общаться. Итак, я читал исследование, что женщины в среднем говорят 20 тысяч слов в день, а мужчины 7 тысяч. Как видите, разница три к одному. И что касается разговоров, взаимодействия с людьми, общение очень важно для женщин. Убедитесь, что вы используете свои уши, чтобы слышать то, что она сказала. Отвечайте в ответ. В общем, научитесь вести интересный разговор. Задавайте хорошие вопросы. Это не означает, что вам нужно говорить, сколько она. Не уравнивайте статистику. Вам нужно понять, что общение очень важно для девушек. Если вы не умеете общаться, это красный флаг. Он уничтожает ваши шансы. Шестой совет. Будьте уязвимы. Я не говорю про то, что вы должны на первом же свидании выплакаться ей о всех своих неудачах и проблемах. Имею в виду, скажем, вы встречаетесь уже несколько недель. У нее произошло что-то плохое, вы можете сказать, но облажалась так облажалась. Или показать свою уязвимость, открыться и произнести. Знаешь, помню, как у меня случалось подобное. И это было ужасно. Если тебе нужно побыть некоторое время одной, или же мы можем куда-нибудь съездить, скажем, на выходные. Или поехали покатаемся на горных велосипедах. Я хотел бы провести время с тобой после работы. Все это покажет вашу уязвимость без жалоб. Не переваливайте на других свое бремя. Откройтесь, так вы установите эмоциональный контакт с девушкой. Друзья, вот что главное. Седьмой совет, чтобы быть неотразимым в глазах девушки. Развивайте чувства юмора. Есть два типа юмора. Их больше, но я имею в виду низкий юмор и высокий юмор. Низкий юмор, там вы как шут, это более физический юмор. И вот три комика. Это низкий юмор. Высокий юмор, это уже Вин Свон. Способность использовать остроумие и сарказм очень привлекательно. Потому что, когда вы показываете остроумие, это показывает ваш интеллект. Что вы понимаете культурные различия, понимаете нюансы и многие мелочи. Поэтому высокий. Показываете высокий интеллект. И заодно вы сделаете так, чтобы она засмеялась, улыбнулась. Когда вы шутите, она чувствует себя гораздо лучше. И она ассоциирует это чувство с вами. Восьмой совет, чтобы стать неотразимым. Будьте образованным. Я не говорю про пять научных степеней во всевозможных университетах. Друзья, я прожажду узнать нечто новое. Всегда старайтесь всячески развиваться. Это может быть небольшое путешествие или начнете читать за двоих. Так вы будете знать истории, чем можете поделиться, знать множество вещей. Например, когда пойдете в суши-бар, вы можете показать, что вы учили немного японский язык, прожив там три года. Я хочу убедиться, что до вас дошло, и вы будете делиться своим великолепным опытом. Что вы посетите самые лучшие города, туда можно поехать по дешевке и отлично провести время. Вот что я имею в виду под образованностью. Знаете полезную информацию и умеете применять ее в повседневной жизни. Показав ей это, она захочет быть к вам ближе. Девятый совет. Будьте физически сильным. Без обид, ребят. Девушки это ценят. Я читал про парня, который спас 545 людей. Вот что значит настоящий мужчина. И он однажды сказал, мужчина должен быть физически развитым. Вы должны быть способны открыть банку. Если нет, то возможно вы недостаточно сильный. Или у вас маленькие руки. Придумайте, как это сделать. Вам нужно быть таким парнем, который в любой момент может начать действовать. Возможно, что-то нужно поднять. Вы должны быть физически годны. Позаботьтесь о себе, о своем теле. Если вы хотите узнать больше, заходите на канал Сила Спарты, моего друга Райана. У него отличные видео, определенно стоит посмотреть. Десятый совет, чтобы все девушки были вашими. Знаете, как починить вещи. Друзья, представьте такую ситуацию. Вы пошли на свидание с девушкой. У нее старый дом с крыльцом, который определенно нужно починить. Вы взяли свои инструменты и все утро его чинили. И после она встречает вас в доме с приготовленной лазаньей. Тут вы должны показать, что вы полезны. Вы что-то умеете. А если нет, не пугайтесь какого-то сломанного крыльца. Начинайте с малых вещей. Загляните на The Art of Manliness. Там полно материала, как починить кран, трубы, собрать шкаф. Но начните учиться уже сейчас. Ведь поймите, когда у вас появится собственный дом, ваша девушка, жена уже будет рассчитывать на подобные мелочи. Главная мысль в том, чтобы вы могли показать, что вы ценны для ваших отношений. Бонусный одиннадцатый совет. Будьте отлично одетым мужчиной. Друзья, вы знали, что я это скажу. Но я буду говорить это снова и снова. Поймите, как вы представляете себя миру, таким он вас и воспримет. Особенно в ранних отношениях она будет судить, допустим, вы на свидании вслепую. Или вы перекинулись парой фраз на работе. Или она соседка. И от того, как она вас воспримет, зависит успех. Когда вы создадите картину целеустремленного, чего вы хотите от жизни, и не будете внешне соответствовать, вы разрушите ее ожидания. И это великолепно, когда вы можете контролировать свой имидж. Когда она говорит, вау, ты шикарно выглядишь. Мало того, что вы чувствуете себя лучше, это поднимает вашу уверенность. И это сочетается со всеми советами, о которых я говорил. Ну ладно, друзья, на этом все. Надеюсь, что вам понравилось видео. Напишите в комментариях, может я что-то упустил, что по вашему опыту делают мужчину неотразимым в глазах девушек, предвкушая ваши сообщения. И не забудьте, все ссылки на кампании я оставил в комментариях, а также на статью к этому видео, где я изложил больше деталей и все, что я сегодня говорил. Берегите себя. Увидимся в следующем видео. Субтитры сделал DimaTorzok